Всем привет, мои дорогие! Сейчас мы идем к Гёчдарисе на рандеву, чтобы продлевать свою временную прописку. Как всегда, я в пальто, потому что очень холодно. Находимся мы в центре, сейчас мы должны заплатить 1350 лир, и потом попадем на рандеву. Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Всем привет, друзья мои! Мы сегодня сделали очень большие дела с мужем. И сейчас пришли позавтракать. Бюрек такой смешанный. Я хотела что-нибудь полегче, но ничего здесь нет. Придется кушать это. Мы сдали документы на мое продление временной прописки. Потом еще расскажу вам. Добро пожаловать на мое продление. Добро пожаловать в Айла. Панч console, новая панчик не cleared? Ага, ranging кушать. Мы именно тебя видим сильное сложности. Б Во allen кушать и у нас навыки. Это страшныйключ PBU. Вчера я выставила видео и прочитала комментарии, так мне неприятно стало, меня обвинили, ну, то, что я губы сделала, во-первых, это были съемки очень давно, 23 февраля у меня было рандеву, и я сделала тогда губы, во-вторых, то, что происходит в мире, вы должны злиться на меня за то, что происходит, люди, будьте добрее, вы что творите, почему мы, живущие в других странах, виноваты, то, что сейчас происходит в вашей стране, нельзя так, нельзя так думать, ведь Бог, мы все дети Божьи, мы все люди, но не надо делить на нации, Так что подумайте, пожалуйста, о том, что я не виновата в том, что сейчас происходит Как вкусно мы поели, друзья мои Сейчас идем обратно к бюро, где гражданство дают, нужно отвезти туда куплю моего временного удостоверения о прописке, мне ожидали, такое выделись там, сейчас едем туда А потом мой муж хочет поехать в большую больницу Мерсина и проведывать своего друга, отвезти ему книгу и вини, такое приспособление переносного интернета Жалко говорить, потому что лежит, болеет и интернета нет там Такое красивое кафе, так вкусно поели, приятного нам аппетита Я помню, когда я была молодая, когда только приехала Мерсина, мне казалось, что здесь одна русскоязычная Сейчас уже, ну так в центре не встречается, вот здесь вот, но уже почаще можно встретить в таких местах многолюдных, в магазинах каких-то, вот именно где, в Гючидарисе Золото, говорю, Ашка, я хочу золото, он говорит, давай выбирай две, какие хочешь Очередь за хлебом, посмотрите какая Вы знаете, я тоже обожаю ходить по городу Холодно, как боже, я до сих пор в пальто хожу, когда это закончится Когда закончится зима, говорят на той неделе Смотрите, какое золотичко, боже мой Показываю я сегодня вам город, будете довольны, мои дорогие зрители Вот твои кики, друзья Эндер, Ашкэм, это твой магазин? Эндер, это твой магазин Идем сейчас с Ашкэмом, оказывается у моего Ашкэма магазин Смотрите, Эндер Ты забыл про этот магазин? Он говорит, открыл магазин и забыл Смотрю на скидки Мари, мне деме, а якобы бакси не ка дару бак 84 ма Ааа, хэп 84 ма Он очень красивый, пембе Пембе, пембе и неа Что это? О не ка даруе 80 ма Эндер Эндер 180 ма Аа это 180 ма Вот эти вот маленькие. А вот женские. Надо своим внукам уже скоро на весну покупать обувь. Сделаем это гражданство. Друзья мои, столько вопросов, столько проблем, столько затрат в последнее время, эти два месяца. Пипец. Вот такие выксены, видите? Ничего мне не нравится здесь. Ничего мне не нравится. А, ну, аж кем, сутьен и стерен. Лифчик. Лифчики по 20 лир. Лифчики по 20 лир. Шок, действительно шок. Такие цветные макароны. Какой красота. Но в других местах накрывают это пакетом. Многие из вас меня просили, чтобы я сняла Мерсин. Снимайте побольше Мерсин. Наш любимый, красивый Мерсин. Вот и снимаю. Что сегодня произошло в Гочи Дарисе? Чиновник, который принял документы у нас в Мерсин. Ну, спросил, чем я занимаюсь. Он говорит, блогер, рассказываю о Мерсине. Люди начали приезжать сюда, хотят приехать. Приглашает Светлана всех. Они, знаете, что это? Не надо никого ей приглашать. Хватит, говорит, здесь. И так полно. Она ехала, говорит, представляете. Говорит, уже места здесь нету, говорит. Не надо, говорит, хватит. Не знаю, шутку сказал или как, и все. Вот так вот. Очень много людей приехало сюда. Сейчас и в Гочи Дарисе тоже самое. Очень много было. И в Гочи Дарисе тоже очень много было русскоязычных. Знакомых никого не было. Конечно, столько людей каждый день едет сюда, что знакомых нет. Вот такие вот дела. Вот такой вот Мерсин у нас. Так выглядит здание, где делают гражданство. находится оно далеко от Мезетри. Это я точно могу сказать. Ну, сейчас мы быстренько приехали на автобусе. А так вот. Остановка называется Иль-Нюфус-Медюр-Лю. Вот такие вот у нас дела. Успели здесь. 12 закрывается, а я бегом-бегом бежала. Ой, на солнышке уже жарко. Едем сейчас в большую больницу проведывать друга мужа. Ехали в больницу. Он проведывал своего друга и решили попить кофе. Вот такие машины я показывала. Автоматы. То есть, автоматы. Это в доме. Смотрите, какие цены. Нормальные цены. Сиди. Посмотрите. Какой Ашкам старается. И когда Ашкам... Кимочек. Моча. Сюда надо приезжать пить, а мы пьем по 30 лир. Крат. Туркава сида варашкам. Хазырлы Йору надбит. Куда же? Сыклы. Каждый день? Буханги. Эспрессо. А, эспрессо. 2,50. Эспрессо. Надо сжимать. Точно. Вот такой вот сервис. Мольница. Сейчас попробую. 2,50. А вы, Ашка, некий бутчок наестерся. Закончилось наше путешествие. Мы были в больнице с мужем. Погустили его друга. Приехали домой. Сейчас у меня начинается скоро конференция. Так что я готовлюсь к следующему делу вами. А вам спасибо за лайки, за комментарии. Всем пока. Мира вам. И не ищите негатив в каждом человеке. Сегодня на ужин у нас ганатики. Я, наверное, сейчас напеку лавашиков сама. Завернем лавашик. А также я делаю луковый салат. Будет такой вкусный, привкусный ужин. Воскресный ужин. Воскресный ужин, друзья мои. В итоге, что получилось. Я попробовала кусочек обалденное. Вот что значит йогурт. Оставить на сутки в йогурте. Курочка получается мягкая. Я напекла еще лавашиков турецких. Вот настоящий турецкий ужин, как в ресторане. Как я и говорила, салат приготовила из лука. Такая капусточка у меня была. Намыла зелень. Не делала сегодня. И вот мои лавашики и горячие хлебуши. Вот турецкий ужин настоящий. Сейчас кока-кола. Как у нас холодно. Боже мой, не приходит весна. Не приходит. Но я вам не показывала мою нейрографику. Вот, друзья мои, аж легче становится. Это равносильно консультации психолога. Сразу все в голове встало на свои места. Если вы умеете, рисуйте. Каждый день рисуйте. Каждый день. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.